После того, как стали известны итоги выборов в городской парламент, стало ясно, выборы 8 сентября протестными не были. Партии, имя которых обычно связывают с теми или иными представителями власти, набрали подавляющее количество голосов. Кого увидим в Думе нового созыва, какие фамилии услышим, расскажет Анжела Брик. 33,5% такой высокой явки на выборах депутатов в Гордумы не было давно. В 2009-м эта цифра составляла всего 18%. «Единой России» из этих голосов досталось больше половины. Из 18 одномандатных округов в 15 победили кандидаты от «Единой России». В оставшихся трех – от «Справедливой». Эти две партии получили почти 50% голосов. Остальные 18 мандатов распределились между шестью партиями. Многие депутаты прошлого созыва с большим отрывом выиграли и на этот раз. Николай Антонов, Дмитрий Сергин, Игорь Плаксин и Елена Дерягина снова в Думе. Не помешали и черные технологии. Хотя оппоненты Дмитрия Сергина распространяли листовки с нецензурными стихами в адрес кандидата, высмеивали его инвалидность. А политический противник Елены Дерягиной в день выборов и вовсе заблокировал дверь ее кабинета. Я выиграла на всех участках, выиграла с большим отрывом от своих оппонентов. Поэтому, конечно, чувство благодарности моим избирателям. Я рада, что мне народ еще раз оказал доверие. То, что я думаю, у нас все получится, то, что мы загадывали. Но большинство лиц в парламенте новые, так что городскую Думу ждет еще этап притирки и выстраивания отношений. В этом мнении сходятся все аналитики. Еще один вопрос. Как будет взаимодействовать с депутатами глава парламента Евгений Ройзман? Вопрос номер один, как мне кажется, в повестке – это налаживание взаимодействия. Сложится ли оно? Сказать трудно. Но так вот рассуждая здраво, что вторая у него должность – это председатель Думы. И как не ему работать с депутатами. Получится ли это сотрудничество с большинством депутатов Городской Думы? Вот вопрос. Вопрос серьезный. От него будет зависеть о том, как будет двигаться вперед Екатеринбург. Первое заседание нового состава Гордумы состоится 17 или 24 сентября. На нем депутатам предстоит не только утвердить главу города, но и объявить конкурс на должность главы администрации Екатеринбурга, результаты которого подведут в середине октября. Анжела Брик и Владимир Середа. Новости 41 канала.